здравствуйте мои замечательные зрители сегодня я готовлю пироги для работы иногда требуется какой-то перекус сытный но вкусный поэтому я готовлю такие перекусы в качестве закрытых либо открытых пирогов либо пиццы и для работы на завтрак и обед они здорово помогают и так для приготовления такого перекуса нам потребуется на 300 миллилитров воды нам потребуется пол чайной ложки соли 2 столовые ложки сахара 5 граммов свежих дрожжей либо полтора грамма сухих дрожжей и 50 миллилитров любого растительного масла и так прежде всего дрожжи растворяем с водой и сахаром добавляем 3 столовые ложки муки просеянной муки и оставляем на 15 минут чтобы сахар дрожжи вода и мука заиграли и образовалась пенная шапочка это значит что дрожжи хорошие и наша опара удалась перемешиваем не очень тщательно перемешали надели пакет либо затянули пищевой пленкой оставили нашу опару в теплом месте без сквозняков вот у меня это полотенце завернула в полотенце оставил на плите и через 15 минут приступлю ко второму этапу нашего теста приготовлению теста и и и и и и и и и добавляю соль и стакан муки пол чайной ложки соли и стакан муки муку также просеиваем и теперь во втором подходе наше тесто будет подходить уже полчаса также аккуратно перемешиваю также опять надеваю пакет оставляю уже на полчаса закрываю сверху полотенца полчаса через полчаса будет третий этап нашего подготовки нашего теста вот так пузырится и поднимается опара теперь вливаем 50 миллилитров масла обычное растительное масло у меня подсолнечное перемешиваем и всыпаем оставшуюся муку я конечно вымешиваю миксер ну можно месить и руками то есть тесто если вы вместе руками это минут пять будет пока тесто не начнет отлипать от рук на небольших оборотах тесто я перемешала миксером теперь собираю его вот так в ком я сразу делаю несколько порций потому что это тесто прекрасно переносит заморозку то есть с вечера я достаю пакет размораживаю утром за 10 минут выпекаю как либо закрытый пирог либо открытый и все на день еда готова и так вот так я собираю это в ком накрываю опять пакетом идти оставляю теперь уже на час чтобы тесто увеличилась в два в три раза в объеме вот закрыли накрыли пакетом либо затянули пищевой пленкой накрыли полотенцем и на час забыли протеста прошел час вот так тесто поднялось стал вот таким воздушным и очень податливым то есть все она не липнет к рукам и можно заниматься теперь приготовлением ну и теперь вот кусочек теста здесь грамм 350 соль перец столовая ложка томатной пасты просто разбавляю водой добавляю туда специи солю кусочек сыра 50 грамм 50 граммов бекона и готовлю открытый пирог аля птица духовку разогреваю на максимальную меня это двести семьдесят пять градусов потому что она выпекается не больше десяти минут добавляю масло и вот напротив вот так разминаю тесто растягиваю я его не раскатываю просто аккуратненько растягиваю по диаметру формы бекон режу очень мелко кубиками вот такими кубиками у меня бекон сырокопченый можно добавить и охлажденный и вареный копченый можно фарш добавить то есть за 10 минут любая начинка она приготовится моментально вот на такое растянка тесто я аккуратненько выкладываю сначала томатную пасту так же аккуратно вот так распределяю и на крупную терку натираю сыр аккуратненько так распределяю и в разогретую духовку даже можно сказать в раскаленную духовку на 10 минут отправляю вот такой открытый пирог и занимаюсь своими делами вот 10 минут сейчас я только его достала из духовки сейчас две минуты он остынет и можно уже резать так аккуратно режем на четыре части вот разрезала и вот так выглядит наш перекус открытый пирог получается очень легким воздушным и вот поверьте с домашней выпечкой вы никогда не поправитесь не пополняйте подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы пишите комментарии до новых встреч пока пока в следующий раз